Здравствуйте! Сегодня у нас на обзоре Volkswagen Terramont. Это самый большой автомобиль в линейке легковых автомобилей Volkswagen. Мы посмотрим насколько его габариты оправданы, действительно ли большой снаружи и такой же большой внутри. Ну и конечно постараемся ответить на часто задаваемые вопросы, ну и найти его фишки и особенности. Под капотом может быть один из двух вариантов двигателя. Это двухлитровый турбовый двигатель 220 лошадиных сил и двигатель VR6 объемом 3,6 литра 249 лошадиных сил. Оба двигателя под капотом расположены поперечно. Что это нам дает? Во-первых, это сокращает длину капота, вследствие чего увеличивает пространство внутри автомобиля, потому что все-таки это большой автомобиль не только снаружи, но и снутри. Еще это уменьшает свес переднего бампера. Этот большой автомобиль, 5-метровый автомобиль, управляется как легковой автомобиль. Но конечно для этого лучше приехать самим Major City и познакомиться с ним на тест-драйве. По характеристикам оба двигателя имеют максимальную скорость, то есть автомобиль может разгоняться максимально до 190 километров в час. Время разгона на двухлитровом турбовом составляет 8,6 до 100 километров в час, а на VR6 8,9. То есть VR6 разгоняется медленнее, чем 2 литра турбо. Расход топлива. В городском цикле двухлитровый турбовый 12 литров на 100 километров, VR6 14,4 на 100 километров. Загородный цикл это 7,9 двухлитровый и 8,4 это VR6. Ну и смешанный цикл 9,4, 10,6. Автомобиль постоянно полноприводный, то есть в приоритете он переднеприводный, то есть 90 процентов мощности у нас переходит на переднюю ось и 10 процентов мощности всегда переходит на заднюю ось. Для чего это сделано? Вот этот вот преднатяг, так называемый, в 10 процентов на заднюю ось позволяет моментально полному приводу перенести до 100 процентов на заднюю ось. То есть когда мы, например, с вами стоим на светофоре, у нас вокруг снег, слякоть и нам нужно резко стартануть, ну или просто спокойно, плавно стартануть, не буксуя там всеми колесами, он чувствует, что задние колеса, там передние колеса пробуксовывают, они вот крутятся, крутятся и он передает эту мощь на задние колеса. И это происходит прям моментально. Вы, как водитель, этого не ощущаете с точки зрения каких-то там рывков или еще чего-то. Вы ощущаете, что вы просто комфортно, мощно, быстро и уверенно поехали вперед. Двигатель и полный привод соединяет классический гидротрансформатор, то есть классическая коробка передач, автоматическая коробка передач, которая имеет 8 ступеней. Помимо того, что восьмиступенчатые коробки очень сильно, в отличие от пятиступенчатых или шестиступенчатых коробок сокращают расход топлива вашего автомобиля, также это позволяет наиболее плавно передвигаться вам на вашем автомобиле. Гарантия составляет 4 года, но в эти 4 года происходит ограничение в 120 тысяч километров, то есть что наступит раньше, или 4 года, или 120 тысяч километров пробег. Но есть маленький нюанс. Первые два года гарантия нет никакого ограничения на пробег. То есть неважно, за первые два года вы можете проехать 200, 300, 400 тысяч километров, у вас все равно будет сохраняться гарантия. Но правда она не сохранится на третий и следовательно четвертый год. На выбор у вас 8 вариантов цвета. И вместе с экстерьерными этими восьми вариантами цвета вы можете выбрать один из трех вариантов цвета салона. Это будет коричневый, белый или черный. Ну, в базовой комплектации идет у нас тканевый салон серого цвета. Гарантия на сквозную коррозию составляет 12 лет. Размеры автомобиля. Длина составляет 5 метров 3 сантиметра. Высота составляет 1 метр 76, ну, можно сказать, 77 сантиметров. Ширина 1 метр 98, ну, или прям почти 99 сантиметров. Дорожный просвет 203 миллиметра, ну, или 20 практически с половиной сантиметров. Колесная база, которая, как вы уже знаете, очень сильно влияет на размеры внутреннего пространства салона, составляет 2 метра 97,9 сантиметра. Во всех комплектациях Volkswagen Taramon светодиодная головная оптика. Есть ряд преимуществ вообще, в принципе, светодиода, ну, например, по сравнению с ксеноновыми фарами. Светодиод не нагревается, и, следовательно, ему не нужны омыватели этих фар. Далее, светодиоды светят в два раза, ну, работают в два раза дольше. То есть, если, к примеру, ксеноновые фары будут служить там 3-4 года, то светодиодная оптика будет служить там 6 или 8 лет. Еще большое преимущество отодиодов, они значительно дальше светят, следовательно, в ночное время вам будет комфортнее передвигать, управлять своим автомобилем. И плюс световой пучок, он имеет температуру, равную температуре дневного света. И, опять же, это помогает вам не напрягать глаза, когда вы эксплуатируете свой автомобиль в ночное время. Taramon представлен в России в четырех комплектациях. Это Origin, Respect, Status и Exclusive. И, начиная с комплектации Respect, во всех последующих комплектациях автомобиль имеет бесключевой доступ. Что мне нравится Volkswagen? Это то, что с помощью ключа вы можете, ну, не только открыть автомобиль, но также и закрыть или открыть стекла. К примеру, вы с вами, вы ехали на автомобиле, у вас были открыты стекла, вы вышли из него, и вам не нужно закрывать это все с помощью стеклоподъемника. Вы просто нажимаете на ключ, удерживаете кнопку, и, помимо того, что если есть сложение зеркал, все стекла и даже люк закрываются. В Volkswagen Taramon все это программируется. То есть вы можете сами определить, нужна ли вам эта опция или нет. Вы можете ее отключить в бортовом компьютере. Двери. Мне нравится звук этих дверей при закрытии и при открытии. Мне нравится то, что они тяжелые, они нелегкие, нет такого легковесности какой-то, да, то есть прям видно, что этот автомобиль безопасно будет вас хранить внутри себя. Но еще что мне очень нравится в том, что есть вот такие вот пластиковые защиты, но они не номинальные, да, это действительная защита, которая защищает пороги вашего автомобиля. И если вы едете по грязи, и ваш автомобиль грязный, то благодаря этим защитам пороги вашего автомобиля остаются чистыми. И когда вы садитесь в свой автомобиль, вы сохраните чистоту вашей одежды. И опять же говорю, неважно, грязный автомобиль снаружи или нет. То есть мы задеваем за пороги ногой и не пачкаем. Говоря о сидениях. Есть три варианта на выбор. То есть стандартные, комфортные и топ-комфортные. Стандартные сидения, они имеют только механические регулировки по настройке. Комфортные имеют вот такие 8 регулировок направления, то есть у нас вверх-вниз, вперед-назад, спинка вперед-назад. И еще мне очень нравится, что здесь есть регулировки подъема вот этой вот подушки. То есть это действительно комфортно, и на дальних дистанциях это поможет вам наиболее оптимально разместиться внутри автомобиля. И топ-комфорт сидений, которые представлены в данном автомобиле, они имеют уже перфорированную кожу и, следовательно, они имеют вентиляцию. Еще мне очень нравится в этих сидениях то, что, смотрите, когда мы отодвигаемся в самое крайнее положение, я не дотрагиваюсь ногами. Следовательно, он рассчитан на то, что люди любой, я бы сказал так, практически любого роста могут здесь комфортно разместиться. То есть, вот смотрите, опускаем ноги, и все. И мы свободно, комфортно передвигаемся в дальней дистанции. И в отличие от Touareg, в Terramont сидение можно перевести в горизонтальное положение. Это очень удобно, но понятно, что предварительно вы должны пристегнуться ремнями безопасности. Несмотря на то, что внутри автомобиля много места, и в частности, вот, например, сейчас, когда я нахожусь в нижнем положении, над головой у меня примерно еще остается полтора кулака. Это очень много. Когда вы закрываете дверь, и у вас, понятно, что закрыты стекла, вы как будто оказываетесь в аквариуме. В хорошем смысле этого слова. То есть, шумоизоляция автомобиля, ну, действительно на высоком уровне. Ну, честно сказать, все, что здесь сделано дизайнерами, вызывает приятные чувства. Несмотря на то, что верхняя часть, это у нас пластик, который стилизован под кожу. Вот этот вот пластик, который стерилизован под дерево. А этот пластик имеет стилизацию под алюминий. Но, несмотря на это все, ничего не скрипит, ничего как бы вот так вот не выбивается. Мягкий пластик, мягкий пластик, жесткий пластик. А это, кстати, кожзам. Ну, тоже мягкий. Вытащил руку, еду мягко ее держать на мягком пластике. А вот, к сожалению, ну, это факт, задняя часть у нас имеет твердый пластик. Но, друзья мои, хотел обратить внимание на то, что, несмотря на наличие вот этого жесткого пластика, это один из немногих автомобилей, который опускает стекла прям целиком. То есть у других автомобилей, у большинства, стекла остаются где-нибудь на этом уровне. И, следовательно, вообще не имеете возможности так вот красиво вытащить руку в окно. Колесная база составляет почти 3 метра. Это очень существенно сказывается на внутреннее пространство автомобиля. А в частности на то, насколько просто вы можете попасть на второй ряд сидений. Большая дверь. Очень большой проем дверной. Колесная арка смещена назад. И мы, следовательно, спокойно помещаемся внутрь автомобиля. Обычно, если вы посмотрите на любые автомобили, то колесная арка идет где-то вот здесь. И вам приходится, ну, так скажем, забираться. А здесь мы просто берем и садимся. Конечно, при моем росте 190 мне немножечко приходится нагибать голову, чтобы попасть внутрь автомобиля. Но, несмотря на это, все равно расстояние, при условии, что спинка ровное, до потолка еще есть. Говоря о сидениях и, в принципе, о посадке. Сидения очень комфортные. Очень комфортные. А расстояние до переднего кресла, при условии, что я сел сам за собой, ну, равняется, в принципе, двум кулакам. Это хорошо. И еще, конечно, большой плюс, что ноги я могу убрать под сидение. Сейчас вы видите два положения спинки, то есть крайних положений. Этот максимально вертикальный, этот максимально горизонтальный. Как видите, ну, достаточно хороший угол наклона. То есть можно спокойно будет ехать и отдыхать во время движения. Для пассажиров второго ряда есть замечательный подлокотник, который не просто подлокотник, он фиксируемый подлокотник. То есть вот мы его опускаем, чуть-чуть додавливаем, и он зафиксирован. Здесь есть два подстаканника. Они, к сожалению, не имеют никаких дополнительных резиновых ушек, которые бы удерживали внутри их стакана. Что еще нам предлагает сидение третьего ряда? Они нам предлагают движение по салазкам. То есть если мы хотим увеличить багажник, если мы хотим, например, чтобы пассажирам третьего ряда было еще более комфортно, мы просто подвигаемся вперед. И, в принципе, даже подвинувшись вперед, опять же, напомню, при своем росте 190, я не цепляю ногами за сидение переднего ряда. Во всех комплектациях Volkswagen Terramon есть трехзонный климат-контроль. То есть климат для передних двух пассажиров и трехзонный третий климат-контроль, который предназначен для пассажиров второго ряда. И это не просто климат, это климат с антиаллергенным фильтром. Ну, это такой хороший фильтр, который позволяет вам не испытать каких-то дискомфортов, если вокруг аллергенная среда. Также у нас здесь есть, конечно же, уже необходимые два разъема USB и разъем 12 вольт. Ну и, конечно же, что я очень люблю в автомобилях, это панорамная крыша. И здесь Terramon панорамная крыша действительно большая. Как сам автомобиль большой, так и панорамная крыша очень большая. То есть вот этот у нас отсек, он не сдвигаемый, он всегда является просто стеклом. А вот этот тоже здоровенный отсек сдвигается, это уже будет открытая крыша, то есть прям сдвижной люк. Ну и благодаря такому большому дверному проему попасть внутрь автомобиля очень просто и очень легко. То есть, смотрите, мы берем детское кресло, хорошее большое детское кресло и вносим его, просто вносим. Ставим его, прикрепляя креплениями изофиксы. Как вы помните, на всех трех сидениях есть у нас крепление изофикс. И теперь давайте посмотрим, можно ли разместиться здесь третьему пассажиру. И это можно сделать совершенно легко. То есть данный автомобиль мы можем рассматривать как автомобиль для многодетной семьи. Мы представим, что у вас дети погодки, то есть трое детей. Ребенку, например, два года он сидит в этом кресле, ребенку три года он тоже сидит вот в этом кресле, и ребенку, например, пять лет, и он уже сидит в собственном бустере здесь по центру. Еще один важный момент, пассажир, который сидит по центру, он может свободно поставить ноги перед собой, потому что у него нет, ну, практически нет тоннеля. И еще одно очень большое преимущество, если у вас располагается кресло, которое прикреплено с помощью системы изофикс к второму ряду, вы можете его не снимать, для того, чтобы попасть на третий ряд сидений. Здесь мы просто наклоняем, вот дергаем за ручку, все. И помним, что это кресло, переднее, я настроил под себя, подрос 190. И сейчас свободно мы попадаем на третий ряд сидений. Еще мне здесь очень нравится, что ручка предназначена не только для открывания, но также и для закрывания. То есть можно все сделать одному человеку. Я просто так же на себя тяну, дергаю за ручку и закрываю сидение. Попасть на третий ряд сидений в Тарамонт можно с двух сторон, как с правой, так и с левой. Да, то есть у нас также с левой стороны есть ручка, посмотрите, и напоминаю, что она работает как на открытие, так и на закрытие. То есть человек и с внешней стороны автомобиля, и также с третьего ряда может легко управлять и сдвигать этим креслом. Ну и опять же, повторюсь, выход достаточно легкий. Итак, давайте сначала обсудим вообще в принципе, насколько здесь удобно разместиться. Здесь хороший подлокотник, над головой место, ну опять же, я не думаю, что я типичный житель третьего ряда, но если я откидываю голову назад, то я цепляю головой за потолок. Если я сижу так вот ровно, как обычно сижу, то над головой у меня еще остается в принципе предостаточно места. Для пассажиров третьего ряда здесь есть три подстаканника, еще какой-то отсек, ну я так понимаю, для того, чтобы сюда забраться. Здесь есть дефлекторы, которые работают с помощью, ну ими можно управлять климат-контролем второго ряда. И в принципе все, в принципе все. Правда вот обшивка подлокотников, она не какая-то, это просто пластик, жесткий пластик, и на дальних дистанциях людям, которые будут класть локти на эти подлокотники, будет не особо комфортно. Комфортные, хорошие кресла. Нет ощущения, что я сижу, как вот бывает, ну вот в частности, например, у Cadillac Escalade, если мы говорим о короткой версии, о Chevrolet Tahoe, там посадка вот такая, то есть колени задраны вперед. Когда мы с вами подвигаем кресло максимально себе вперед, расстояние, ну, от спинки до сидения, они минимальны, и ехать здесь, конечно, не особо комфортно. Мы можем, как вы помните, настроить расстояние, сдвинув чуть вперед, и дальше вот здесь наклоним. То есть в данном случае у нас с вами получается расстояние, ну, в полкулака, и уже здесь комфортно ехать. Вот так мы можем ехать, если, к примеру, у вас четверо детей, то есть здесь четвертый ребенок, а здесь у вас, например, ватрушки, снегокаты или сложенная детская коляска. Ну и продолжая тему комфорта, хотел обратить внимание на то, что для третьего ряда сидений есть в полу дефлектор, который, ну, охлаждает или, следовательно, обогревает ноги пассажиров третьего ряда. Сейчас у нас все три ряда сидений подняты. Давайте посмотрим, что нам предлагает багажник Volkswagen Tremont. Ширина вот этой вот части составляет 60 сантиметров. Глубина точнее, да, 60 сантиметров. Ширина 157 сантиметров. Это говорит о том, что в ширину мы сможем с вами перевозить, например, сноуборд. Да, и не обязательно будет его ставить на крышу. Опять же, при условии, что все три ряда сидений подняты. Объем вот этого пространства 583 литра. Когда мы с вами опускаем третий ряд сидений, мы помним, что третий ряд сидений у нас независимый, да, два сидений мы можем их опустить. У нас с вами объем багажного отделения составляет 1573 литра. Это, ну, это много. Глубина 130 сантиметров. 130 сантиметров. Ну, ширина у нас здесь 110 сантиметров, с учетом того, что здесь у нас уже идут колесные арки. Ширина составляет 113 сантиметров. Ну, а если мы говорим о погрузочной высоте, о высоте от пола до потолка, она составляет 82 сантиметра. То есть, вот этот вот объем мы можем использовать как угодно. Ну, и при сложенном втором ряду сидений у нас с вами получается, ну, можно сказать, совершенно ровный пол. Длина этого пола ровно 2 метра. А если мы смотрим это по диагонали, 2 метра 30 сантиметров. Объем пространства внутри автомобиля, когда сложены все ряды сидений, 2731 литр. Ну, а что же у нас под полом? У нас здесь еще достаточно большое количество разных ниш. И что самое приятное, все эти ниши обработаны войлоком. Следовательно, если вы сюда что-то положите, ну, там, неважно что, оно, находясь здесь, не будет издавать дополнительные, ну, скажем так, неприятные звуки. И запаска располагается вот под этим замечательным войлоком. То есть, нам надо с вами только достать вот эту шторку, которую мы можем с вами разместить в верхней части. Открутите вот эту часть, но это вы посмотрите подробно в инструкции, каким образом можно достать запаску и как ее установить. Говоря о комфорте размещения на водительском кресле, хотел обратить внимание на то, что так же, как и у пассажира, у водителя 8 регулировок, электрических регулировок, настройки сидения. Плюс у него есть еще память сидений, то есть, три настройки для памяти сидений. И еще есть пояснение, регулировка поясничного отдела. Нижняя и верхняя боковые поддержки, они хорошо развиты. То есть, вот я сейчас сижу в автомобиле, и мне комфортно, то есть, я чувствую, что сидение меня держит. Но, есть одно но. С учетом того, что боковые поддержки достаточно сильно развиты, люди с большими формами здесь, я не думаю, что смогут разместиться достаточно комфортно, потому что им придется краем ноги сидеть вот именно на этой боковой, хорошо развитой, но жесткой боковой поддержке. И это, опять же, не совсем комфортно. В Volkswagen Tramon может быть два типа приборной панели. Классическая с колодцами, где есть механические стрелки, и вот такая вот цифровая приборная панель. Особенность и преимущество этой цифровой приборной панели в том, что здесь у нас есть большое количество настроек, то есть, мы можем видеть все, что происходит с нашим автомобилем, определять то, что хотим мы видеть перед своими глазами. Плюс, если у нас в автомобиле есть навигационная система, также она здесь будет отображаться. Во всех комплектациях Tramon есть вот такая замечательная 8-дюймовая мультимедийная система с датчиком приближения. То есть, когда я подношу руку, видите, она на это реагирует, и мне открываются скрытые меню. Говоря об источниках, здесь есть CD, карта SD-SD, также есть два разъема USB, Bluetooth, AUX и VLAN. Но VLAN в данном случае он не действует, поскольку там есть приложение, которое действует только на территории Европы. В России, к сожалению, это приложение не действует. Ну и, конечно, мне очень нравится, что здесь также реализована система подсоединения через Android, Apple CarPlay или Merrillink. Это, кстати, моя любимая система, потому что она позволяет вам отобразить экран вашего телефона в рамках данной мультимедийной системы. Во многих автомобилях сейчас реализована система голосового управления. И, говоря откровенно, в большинстве реализация, ну, так себе. Здесь же, смотрите, вызвать контакт, слава. Вызвать контакт, слава? Нет. Назовите другой контакт или скажите ввести контакт заново. Хотим выбрать радио. Станция «Маяк». Вы имели в виду и маяка? Да. И маяка. Все. То есть, на самом деле, пусть она, конечно, воспроизводит название «Мняка», когда «Маяк», но она это может делать. Следовательно, все управление автомобилем у вас максимально безопасно. То есть, вам не нужно постоянно отвлекаться. То, что руль очень многофункционалит. Вот эта цифровая приборная панель, которая дублирует в какой-то степени то, что происходит здесь. И вот я, например, с вами хочу выбрать мультимедиа. То есть, я жму, и я могу выбрать что? Могу выбрать диапазон. Да, легко. То есть, все я могу делать, не отрываясь. Вот источники, да. То есть, я нажимаю, и вот те источники, из которых я могу получить музыку. Несмотря на то, что в автомобиле есть камера или камера кругового обзора, в рамках парковочного автопилота у нас есть с вами не только графическая разметка указания движения автомобиля, но также у нас есть с вами опция, которая позволяет просто запарковаться. То есть, как вертикально, так и горизонтально. Еще у нас есть опция для того, чтобы мы могли с вами комфортно управлять прицепом. если мы ездим вместе с прицепом. И также вот эта вот опция, о которой мы уже с вами говорили. Видите, камера 360 позволяет заглянуть в поворот. Ну и помимо отличных мультимедийных приспособлений внутри автомобиля, мы не забываем об управляемости, об управлении непосредственно самим этим автомобилем. Для этого здесь есть шайба, которая отвечает за настройки автомобиля в разных условиях. В снегу, если мы едем просто с вами по прямой, мы можем здесь выбрать экономичный режим, экологичный режим, обычный режим, спортивный режим. Также есть возможность настроить автомобиль для бездорожья. И если вы считаете, что вы лучше знаете, какие настройки вам нужны, есть бездорожье индивидуальное, где вы можете с помощью адаптации выбрать непосредственно то, что для вас будет наиболее важно. Автомобиль приспособлен к зимним условиям. Тут у нас есть и подогрев лобового стекла, подогрев руля и подогрев сидений. Но не только подогрев сидений, но также есть еще и вентиляция сидений. Ну, забавно, вдруг вы хотите, чтобы вам было тепло и холодно одновременно. Видите, индивидуализация во всем. Ну, и основной итог, который мы для себя подвели, в том, что не сочетающиеся слова в нашем обиходе, они здесь сочетаются. Легковая управляемость, вместительный салон. Вместительный салон, багажник, который превращается в двухметровый ровный пол. Клиренс, который позволит вам выехать за город. И еще раз повторю, наряду с легковой управляемостью. Высокий автомобиль, уверенный внешний брутальный вид и одновременно с этим он не выглядит колхозником, благодаря светодиодным фар и вот этим вот интересным решением в оптике. Все это в комплексе это Тарамонт. Так что приезжайте, знакомьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok